Давайте мы с вами помолимся. Если вы не против, давайте склоним наши головы и будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Господи, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе, Боже, за то, что Ты сегодня здесь. Драгоценный Дух Святой, мы начали это служение с Тобой, мы продолжаем это служение с Тобой, но сегодня мы нуждаемся, Господь, чтобы Ты оживотворил каждое слово в сердце, в нашем сердце, в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хочу напомнить, друзья, о том, что в этом году мы говорим о Божьем присутствии. И не просто мы говорим о Божьем присутствии, мы говорим о Божьем присутствии как ответе от Бога на проблемы, которые связаны с переживаниями времени, в котором мы находимся. Кто еще раз со мной согласится, друзья, что это уникальное время? Я не мог себе представить 15, 10, 20, 30 лет назад, я не мог себе представить, что придется жить в такое время. И я знаю, что многие люди сегодня переживают очень сложно эти обстоятельства. Есть люди, которые переживают буквально настолько их глубоко и настолько личностно, что у кого-то, к сожалению, есть люди, которые, вы не представьте, есть люди, которые плачут по ночам, есть люди, которые по ночам они просыпаются от того, что ужасы и кошмары и так далее. И это все, друзья, не есть то, что приготовил для нас Бог, не такое будущее приготовил Бог. Аминь. Но вы знаете, что Бог, в Библии написано, что Он говорит, я всегда рядом с вами. Проходя долиной смертной тени, если мы проходим вместе с Ним, Бог, я хочу, чтобы мы запомнили это и где-то у себя запишите это в сердце и в голове. Бог проходит долины смертной тени вместе с нами. То есть это не означает, что Он нас в своей любви возьмет, так, знаете, и уберет. Будет обводить вот так аккуратно все проблемы. Иногда нам так хочется очень, очень этого хочется. Кто-то говорит, когда это уже все закончится. Оно закончится, друзья, тогда, когда произойдет все, что должно произойти. Когда это будет? В свое время. Но пока мы идем, друзья, Бог идет этот путь вместе с нами. Он не оставит и не покинет нас. Именно поэтому мы говорим о Божьем присутствии. Уметь, знать, научиться быть, проживать эту жизнь в Божьем присутствии, друзья, это одно из самых важных навыков для каждого христианина. Но в эти два месяца мы говорим об очень уникальном, на самом деле, скажу вам так. Знаете, это уникальное переживание. Долго перед этими, уникальная часть христианской нашей жизни. Очень долго перед тем, как начались эти два месяца, я готовился и молился, потому что я знаю, что эта тема, она должна быть воспринята правильно. Знаете, есть, бытует такое мнение у некоторых людей о том, что христианство это такая добрая, хорошая, классная философия, которая делает людей добрыми. Почему ты такой добрый? Потому что христианин. Почему ты не пьешь? Потому что христианин. Почему ты не куришь? Потому что христианин. Почему ты не изменяешь своей жене? Потому что христианин. Почему ты радостный? Потому что христианин. И знаете, люди, которые не знают Бога, иногда им может с первого взгляда показаться такое, ну, они могут попасть в такое заблуждение небольшое о том, что христианство это еще одна философия, философия, которая делает человека добрым. Я открою вам страшную правду, это не так, это абсолютно не так. Христианство, друзья, ничего вообще не делает с человеком, но, но, Библия говорит, когда мы приходим ко Христу искренне от всего сердца, и Христос становится нашим Господом и Спасителем, Библия говорит, что мы становимся новым творением во Христе Иисусе. Кто-нибудь может на это сказать? Аминь. Я новое творение во Христе Иисусе. И если я новое творение, друзья, это прекрасная возможность, это великолепный шанс начать все заново. Я думаю, что вот ребята, особенно которые в центре реабилитации, которые, знаете, жизнь так помотала немножечко, помотала так, что кто-то из них школу не закончил и так далее, и так далее, сегодня они учатся заново. Они учатся заново, но к некоторым вещам, но я хочу вам сказать, это не только касается их, это касается каждого из нас. Не обязательно, возможно, что жизнь помотала кого-то там через наркотики или через алкоголь, нет. Возможно, кого-то жизнь помотала, и вы не видели никогда нормальных взаимоотношений и чего-то еще. Так вот, когда мы приходим к Богу, Бог своим присутствием, Он влияет, Он настолько большой, знаете, что Он занимает собой или хочет занять все пространство собой жизни человека. Все пространство в нашем сердце, все пространство в нашей жизни, все пространство в нашем разуме, все пространство в нашей судьбе. И поверьте, друзья, это очень классное сотрудничество. Потому что когда Бога становится в жизни человека гораздо больше, чем самого человека, потом, когда ты смотришь со стороны на свою жизнь, ты говоришь, так это же и неплохо. Это вроде очень даже хорошо оказалось. Это очень даже здорово. Поэтому, друзья, эти два месяца мы говорим о влиянии Бога или Божьего присутствия на жизнь самого человека. И сегодняшняя тема, она крайне важна. Вы знаете, я недавно, буквально скажу так, я недавно, мы буквально вот с женой говорили несколько, две или три недели назад, мы как-то ехали, и я говорю, ты знаешь, что многие люди, которые приходят в церковь, они не слышат проповедей. Они вообще не слышат проповедей. Причем они их не слышат, я хочу вам сказать, это, есть такое красивое слово, перманентно, это постоянно. То есть они их вообще не слышат. С чем это связано? Это связано с тем, что каждый из нас, когда мы рождаемся, мы приобретаем какие-то определенные навыки в своей жизни. Кто-то учится не уважать, кто-то учится никого не слышать, кто-то учится все время быть сильным для того, чтобы дать сдачи. Мы разные на себя одеваем образы, правда же? Кто-то учится быть такой жертвой, но при этом на самом деле совсем и не жертва. Мы учимся разным вещам. И вот мы приходим к Богу, и неужели вы думаете, друзья, что вот так мгновенно все меняется? Некоторые люди думают, ну я буду молиться, и что-то изменится. Окей, да, что-то будет меняться. Помните это прекраснейшее высказывание? Я просил у Бога, чего там, счастья, а он мне послал испытания. Я просил у него хороших друзей, а он мне послал злейших врагов. Как вы думаете, зачем Бог так делает? Для чего он это делает? Потому что он хочет ответить на твою молитву, и он хочет изменить твою жизнь. Но что делает Бог, друзья? Он не меняет нашу жизнь просто, знаете, вот так бах и все. Он не меняет ее. Знаете, если вы когда-нибудь по-настоящему пытались научить ребенка читать, я вам гарантирую, у вас будет половина седых волос. Ну это же очень сложно, вы знаете? Я с нашим артурчиком, я говорю, сынок, вот смотри, М, И, давай читаем, как будет? Ми, понял? Да, читаем. Я не знаю. Я говорю, сынок, окей. Смотри, М, И, вместе как будет? Ми, повтори, Ми. Говорю, читаем? Я не знаю. И ты понимаешь, после восьмого повторения, что ты уже просто все, ну, я уже не знаю, что мне ответить ему, вы понимаете? У меня антилипат начинает вот так. Почему, друзья? Потому что вот так, смотрите, что это? Это пример того, что мы можем не меняться. Есть человек, который приходит в церковь, и он не меняется. Он вот такой вот был, и вот такой вот он есть. И вот такой вот он, знаете, он пытается, скажем так, он пытается втиснуть Бога в свое мировоззрение. Друзья, это очень опасно, потому что если Бог и поместится в ваше мировоззрение, знаете, чем это закончится? Вас разорвет изнутри. Потому что уж слишком он большой. И поэтому некоторые люди, они так, знаете, дистанционно держатся от Бога, не впуская его в свою жизнь. Кто-то пытается впустить его на чуть-чуть. В общем, разное. Но я сегодня хочу дать инструмент, который, возможно, позволит по-настоящему каждому из нас, он должен позволить каждому из нас, друзья, по-настоящему встретиться с Богом, по-настоящему жить с Ним, наполнять свою жизнь. Вы знаете, мне нравится место из Писания, где написано, кого сын освободит, тот воистину свободен. Я знаю, что некоторые люди, они говорят, если Христос пришел в мое сердце, я свободен. Да, я свободен, но я свободен от каких-то грехов и прошлого. Да, но я не свободен от своего образа жизни, который был у меня там. Потому что он вот так не меняется. Ничего не меняется. Если ты раньше никогда не говорил спасибо, когда тебе давали, я не знаю, помогали, как вы думаете, от прихода к Богу человек начнет говорить спасибо? Нет. И вы не представляете, сколько мне иногда приходится с некоторыми братьями, я говорю, послушай, если тебе кто-то помог, скажи спасибо. Я говорю, спасибо. Пастор, я никогда так не делал. Я говорю, я знаю. Но теперь самое время так начать делать, потому что ты другой, ты новое творение. Помните, как с Артурчиком, который учился читать, некоторые у людей должны научиться говорить спасибо. Некоторые люди должны научиться говорить, пожалуйста. А многим людям нужно научиться говорить, извините, я был неправ. Вы знаете, как эту фразу сложно сказать? Вы знаете, что есть в жизни каждой женщины, такая шутка, в жизни каждой женщины есть три слова, которые они не могут произнести. Первое, это трансформатор. Скажите, женщины, трансформатор. Второе, скажите, экскаватор. А теперь скажите, я виновата, прости меня. А вот мужу сказать не можешь. Сложно. Понимаете, потому что вот, ну как-то вот. И вот так многим из нас, друзья, нам сложно это делать. Почему? Я хотел бы сегодня проповедь, она пускай станет ответом для каждого из вас. Тема проповеди сегодня звучит следующим образом. Торжество доброй совести. Торжество доброй совести. Торжество доброй совести. Слово торжество обозначает чествование, особенное празднование, особенное внимание, особенное отношение, особое какое-то внутреннее благоговейное состояние и переживание. А что же такое добрая совесть? Давайте мы прочитаем послание евреям 13 глава 18 стих. 13 глава 18 стих. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть. Потому что во всем желаем вести себя честно. Я обожаю такие стихи, честно вам признаюсь, я обожаю. Этот стих, в котором каждое слово не просто имеет значение, а если вы не понимаете этого значения, не видите и не придаете значение каждому слову, вы просто пролетаете мимо целого залежа золота, друзья. Я не знаю, алмазов, чего там, бриллиантов, чего хотите. Смотрите, друзья, здесь апостол Павел пишет о том, что он говорит «мы». То есть он говорит о себе, о своем служении, о братьях, которые вместе с ним служат. Он говорит «мы уверены». Мы уверены. Что означает «уверены»? Корень слова «уверенность» — это вера. То есть у меня есть вера, у меня есть абсолютная убежденность в том, что у меня моя совесть, во-первых, она добрая, а во-вторых, у меня именно такая совесть и есть. Моя совесть, она добрая, и такая совесть у меня есть. Об этом я как раз хочу, чтобы мы сегодня с вами поговорили, поразмышляли каждый и порассуждали. Я для себя записал такие моменты, некоторые буду читать сегодня, потому что я не хочу, знаете, так проповедь, можно далеко улететь немного, но это сильнейшая и мощнейшая для осмысления каждым христианинам тема, особенно во времена, внимание, когда смена событий опережает осмысление этих событий. Кто согласится сегодня, что события меняются в нашей жизни сейчас с такой скоростью, что мы не всегда успеваем даже запомнить, мы говорим «а ты слышал?» Я недавно же не говорю «там взяли в южном направлении, захватили такие». Говорят «ой, я не слышал об этом». Вы понимаете? Каждый день что-то меняется. Друзья, послушайте, но это не просто меняются события, нам же не просто нужно следить за ними о том, что это произошло, нам нужно еще переосмыслить эти события, правда? А потом еще нужно что сделать? Переосмыслить себя в силу или ввиду этих изменяющихся событий. Вы понимаете вообще или нет? У кого, скажите, война, она повлияла на ваше мышление однозначно? Повлияла или нет? Повлияла. И какие-то события, они влияют. Но, друзья, мы привыкли, чтобы оно влияло автоматически, как бы, знаете, само по себе, на автомате. Но нет. Есть такое понятие осмысления. Осмысление, это еще раз говорю, когда ты понимаешь, осознаешь, и ты видишь, как нужно свою жизнь строить, созидать в свете изменившихся событий. Так вот, друзья, в нынешнее время, во времена, когда количество событий, интенсивность событий, она многократно, в тысячу раз превосходит нашу способность понять, что происходит вообще. Просто понять, что происходит. В такие времена вот эта тема как раз, она очень важна. Если вы освоите, если вы поймете эту тему, если вы уразумеете для себя, примете эту тему, я хочу вам сказать, возможно, даже события будут меняться еще быстрее, но вам будет гораздо проще. Есть прекраснейшее пророческое место из Библии, послание, книга пророчества Даниила, 12 глава. Помните, там написан такой стих, люди, которые, чтущие своего Бога, или в другом переводе написано, те, которые знают своего Бога, имеют с ним отношения, которые укоренены в своем Боге, написано, они усилятся и будут действовать. Вы не задумывались, почему для большинства людей война или вот эти события последних двух лет, они выбили многих людей из колеи, вы заметили? Люди ходят, как, знаете, как ударенные мешком по голове. Как дела? Нормально. Куда ты движешься? Не знаю. Что будешь делать? Я не знаю. Какое будущее? Я не знаю. Я ничего вообще не знаю. Я вообще не понимаю, что делать. Вот, именно для этих времен, друзья, Библия говорит нам пророчество о том, что люди, которые знают своего Бога, они усилятся, они будут действовать. Я хочу вам сказать, если не разберемся, друзья, мы с этой темой, следующее, что ожидает каждого христианина, это сильнейшие, мощнейшие духовные атаки. Атаки, которым, скорее всего, будет очень сложно противостать. Например, кто-нибудь из вас сталкивался когда-нибудь с ложью дьявола, когда он лжет тебе, просто лжет тебе о тебе, о других и так далее. И ты просто, ты настолько захвачен этим иногда бываешь. Вместо того, чтобы взять просто и прочитать, отец всякой лжи сатана. Ой, а что это я в это верю? То есть, вы понимаете, друзья, но если не разобраться, у нас будет такая проблема. Итак, друзья, как же это сделать? Я хочу дать вам сегодня простой такой достаточный рецепт. Итак, первое послание Тимофею, первая глава, девятнадцатый стих. Читаем внимательно, друзья. Мы будем возвращаться к тому месту из Писания. Имея веру, и опять обращу ваше внимание, какую? Добрую совесть. Добрую совесть. Добрую, это не означает такой, как твои дела? Хорошо, а твои как? Нормально. Ты такой добрый, и ты такой добрый. Мы такие оба добрые. Давай будем добрыми? Давай. Это не об этом речь. Добрая совесть, друзья, это правильная совесть. То есть, совесть, которая является совестью, а не бессовестностью. Итак, имея веру и добрую совесть, читайте дальше, которую некоторые отвергнув. Что отвергли некоторые? Добрую совесть. И смотрите, отвергнув некоторую добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере. Смотрите, друзья, эволюция. Люди имеют веру. Имеют веру. Что такое? Веруешь ли, что Иисус Христос Господь? Да, верую. Веруешь ли в Слово Божье? Веру. Веруешь ли, что у тебя все получится? Веру. Веруешь ли в обетование Божье? Верую, 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 верую. Но если ты убираешь добрую совесть, в чем ты терпишь кораблекрушение? В вере. Смотрите, эволюция такая. Есть вера, нет совести, нет веры. Все. Оказывается, друзья, добрая совесть, это защитный, это бронежилет. Пятого, а то и шестого класса, если хотите, защиты. Мы такие слова даже теперь знаем, теперь термины такие нам понятны всем. Это, друзья, всеоружие, на самом деле, во многом это всеоружие, которое позволяет человеку не потерпеть, не пережить вот это кораблекрушение в вере. И как же, друзья, это не сделать? Я хочу вам сказать, самый ключевой момент, если вы увидите здесь, это вопрос совести. Я для себя записал, совесть это основной инструмент влияния Духа Святого на Дух человека. Совесть это самый главный инструмент влияния, это то, как влияет Бог на жизнь человека. Более всего, больше всего, больше всего. Смотрите, все прекрасно знают, те, кто проходили уже АБЦ, наставничество, что каждый из нас мы состоим, ну, Бог там создал так, из Духа, Души и Тела. Правда же? Дух, Душа и Тела. Мое тело, оно стареет внутри. Мне сегодня 47, я себя ощущаю на 16. У кого такая же тема? Ну, такая же беда. Ну, мне 47, я на 16. Ну, я вот иногда, ну, все, я никак не могу, я не понимаю, зачем это тело, оно, как-то с ним что-то происходит. Почему? Не знаю. Но это доказывает, видите, о том, что я все-таки, это не моя плоть. Правда? Окей. Но также у нашего, кроме тела и души, есть еще, также еще Дух. Душа это личность человека. Так вот, друзья, смотрите, Дух, это то, куда приходит Дух Святой, когда он приходит. Когда-то один из классиков написал, что внутри каждого человека есть пустота, которая была создана Богом для Бога. И ничего, кроме Бога, не может ее заполнить. Когда мы не знали Бога, мы пытались заполнить, кто-то пытался пустоту заполнить наркотиком, кто-то алкоголем, кто-то блудом, кто-то друзьями, кто-то настроением, кто-то путешествиями, кто-то романтикой, кто-то работой, кто-то еще чем-то. Мы пытались заполнить, чем хочешь, а оно как ненасыпная утроба. Почему? Потому что это бездна, это пустота. И заполнить ее может только тот, кто по своей природе является бесконечным. Кто это? Бог. Бог заполняет, друзья, и вот рождается в человеке духовная сущность. Но есть, не хотел говорить, но скажу, есть зараза в нашей жизни. Эта зараза называется наша личность. Это вот тот, кто ощущает себя на 16 лет. Это наша личность. Вы поняли? Тот, кто живет внутри. Она такая, ух. Я Артурчику говорю, сынок, так не надо делать, понял? Да. Отворачиваюсь, делает. Кто делает это? Личность. Вот эта личность, маленькая, пятилетняя личность делает вот эти штуки. Кто из вас когда-нибудь хорошее делать хотел, но не делал? Плохое не хотел делать, но делал? Кто? Знаете, кто эта зараза? Ваша личность. Это вы. Это вы делали. Знаете, один, он такое, лирическое отступление. Я не верю, между прочим, я не верю в теорию Фрейда, ну, психологический самоанализ. Я не верю, потому что теория Фрейда, она говорит, ты ни в чем не виноват, твоя личность ни в чем не виновата, виноваты другие. Они с тобой поступили. Христианское душепопечение говорит о следующем, буквально. Ты должен взять ответственность за каждый грех, который ты совершил. То есть, если тебя, например, кто-то побил, и ты возненавидел человека за то, что он тебя побил или изнасиловал, то проблема не из-за этого человека у тебя. У тебя проблема из-за того, что ты его возненавидел. И ты должен покаяться в этом, принять ответственность на себя. То есть, ты должен буквально сказать, я сделал неправильно. А теперь, внимание, как вы думаете, зачем нужно так делать? Чтобы ваша совесть была доброй. Что такое совесть, друзья? Совесть это чистейший, должен быть чистейший канал, через который Дух Святой имеет возможность говорить нашей личности беспрекословно о том, что мы в чем-то правы, а в чем-то неправы. Через этот канал совести Дух Святой нас или ободряет, или обличает. Некоторые люди боятся этого слова, они говорят, нет, не надо, Бог не обличает. Он очень даже обличает, друзья. И он очень даже ободряет. Когда нужно утешить, он утешает. Когда нужно ободрить, он ободряет. Когда нужно исправить и обличить, он обличает. И он это делает. Но делает это он все посредством совести. Совести. Скажите мне, так какая должна быть эта совесть? Грязная или добрая? Добрая. А у некоторых людей иногда она вообще отсутствует. Таких людей как называют? Бессовестный. То есть человек, у которого нету совести, она отсутствует у него. Я вам расскажу одну такую интересную историю, которая имела место быть в ранние века, в века реформации. Когда была реформация. Был один такой проповедник. Его звали Джон Нокс. Он был протестантским проповедником, который проживал в Шотландии. Шотландцы известны, как ирландцы, своим таким крутым северным нравом. Такие викинги по своей природе. И была королева Англии. Ее звали Кровавая Мэри. Может быть, кто-то слышал такое название. Почему ее назвали Кровавая? Она была католичкой, она ненавидела протестантов, и она хотела их убивать. Но Джон Нокс, это был такой просто мега влиятельный дядька, что даже она, при том, что она ненавидела протестантов и убивала их, резала, она четыре раза за свою жизнь встретилась с ним. Первые три раза он ей проповедовал, что-то объяснял в четвертый раз, когда эта яростная католичка, имея мужа и детей, имела еще несколько любовников. Она встретилась с ним, и он пришел к ней, знаете, как простой, настоящий, добрый христианин, зная о том, что в ее жизни это есть, он ей вывалил королеве Англии, вываливает прямо в лицо, и говорит, мадам, вы блудница. Она, у нее надо перехватило дыхание. Никто никогда в жизни с ней так не разговаривал, вы понимаете? Никто не имел права. Первый, кто мог так заговорить, ему отрубали голову. Но никто не мог отрубить голову Джону Ноксу, потому что его назвали боевой топор шотландской реформации. Тот сам человек был как топор, он сам, кому хочешь, мог голову снести. Здоровый дядька. Она ничего не могла сказать. И вот единственное, что она нашла в ответе, смотрите, она отвечает ему. Возможно, но моя совесть меня не осуждает. Прекраснейший ответ, друзья. Прекраснейший по размеру своей глупости. Она выдает человеку, который только что сказал правду. Послушайте, это чистая правда, а не и самой. Кто из вас любит правду говорить? А кто из вас любит слышать правду? Это разные вещи. Вы знаете, друзья? Мы говорить любим, все любят говорить правду. Мы хотим говорить правду. О, Боже мой, я люблю правду. Я честный человек, подразумевая то, что я буду выпаливать человеку правду. И не думая иногда, что она может его ранить, убить и вообще подумать о том, как сказать ее. Я честный человек. Нет, быть честным, это означает в первую очередь к себе. А потом уже к другим. Так вот, смотрите. И вот она ему выдает такую фразу. Моя совесть меня не осуждает. Что он ей отвечает? Будучи очень достаточно образованным, деликатным и духовным тоже самое время человеком, он отвечает ей следующими словами. Он говорит, мадам, для того, чтобы совесть вас обличала или не обличала, потрудитесь сначала наполнить ее словом Божьим. То есть, друзья, совесть это некий сосуд, который должен быть наполнен истиной Божьего слова для того, чтобы он мог называться, можно первое послание Тимофея 1.19 вывести, там где написано еще раз, чтобы он мог называться добрая совесть. Смотрите, друзья, имея веру и добрую совесть, которую в тот момент королева Англии что сделала? Она отвергла. И знаете, от чего она умерла? От сифилиса. Яростная католичка. Кто знает католиков, у них добрачные, внебрачные связи запрещены, там очень много ограничений. Как так вышло, что ты умираешь от сифилиса в то время, как ты веришь, потому что ты потерпел крушение в вере? Что это означает? Ты веришь в одно, а живешь совсем по-другому. И вот это, друзья, самый мощный вызов, который существует в любом христианстве. В любом христианской динаминации, конфессии, в церкви. Это самый большой вызов. Это когда люди, еще раз говорю, они, ну мы претендуем, мы, я называю себя, друзья, тоже, мы претендуем на то, чтобы быть христианином, но при этом ведем себя совершенно не так. И это печально. Это печально, друзья, потому что в этот момент мы обманываем самих себя. Нам кажется, что Бог сражается на нашей стороне, потому что я выучил слова этой песни. Бог ведет сражения на нашей стороне. У меня она играет в машине. Я ее пою 18 раз в день. Я все слова знаю. Я даже знаю Дарлин Чек, которая написала эти слова. Я много слушал, я читал ее книги. Но это никак, никак абсолютно не делает тебя совершенно другим человеком. Почему? Потому что твоя личность изменяется только тогда, когда твоя совесть, она добрая. Только так Дух Святой может говорить, обращаясь к тебе. Он говорит, и ты его слышишь. Вы знаете, у нас как-то было, мы даже, Артурчик у нас, пример такой жизненный. У него немного проблемы с аденоидами. И мы иногда вводим его к врачу. Я как-то говорю, Женя, проверь его слух. Потому что иногда я ему говорю, Артур. Вообще, он вообще меня не слышит. Говорю, Артур. Артур. С пятого раза. Он начинает только, он реагирует. Кто из вас, из родителей, не пошел бы проверить клору? Я пошел. Он, может, не слышит он меня? Нормально слышит. Врач говорит, отлично слышит. Мы говорим, конфету будешь. За 20 метров слышит. У него идеальный, отличный слух. Но есть проблема. Знаете, какая? Он слышит звук, но смысл этого звука, он не воспринимает, друзья. Примерно подобным образом работает совесть. Когда Бог говорит с человеком, в Библии написано, что Бог, говорящий с народом своим, многократно и многообразно. Боже мой, если вы думаете, или вам кажется, что сегодня Бог перестал говорить с вами, или перестал говорить с людьми, вы заблуждаетесь. Бог сегодня говорит, и во времена войны, он говорит гораздо больше, он говорит гораздо громче, он говорит гораздо сильнее. Проблема в одном, друзья. Война, она приводит, она выводит на первый план проблему доброй совести. Доброй совести. То есть совести, которая поможет тебе не потерять веру. Совести, которая поможет тебе не испугаться, не бояться, не паниковать, не закрываться, не зарываться, не прятаться. Не, 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 извините, какие еще там синонимы, не шугаться. Вы поняли? То есть вообще она позволит тебе продолжать жить нормально. Кто из вас верит? По-настоящему вы верите, что Бог сказал, я не оставлю и не покину тебя. Я верю в это. И знаете, проблема в том, что мы в это верим, но когда приходят вызовы, мы этого не ощущаем. Мы так не ощущаем себя. Почему, друзья? Потому что в какой-то момент времени Бог посредством этой доброй совести хотел сделать так, чтобы мы не терпели крушение в вере. И какой ответ имеет Бог? Я хочу вернуть нас вновь в это место из Писания, с которого мы начали. Можно, пожалуйста, послание евреям 13.18? 13.18. Итак, друзья, молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть. Прекраснейшее утверждение. Апостол Павел говорит, мы уверены, то есть однозначно, однозначно, сто процентов, стопудово, гарантированно, моя совесть добрая. И смотрите внимательно, что же ему гарантирует эту добрую совесть? Он пишет, потому что, он дает объяснение, во всем желаем вести себя как? Честно. Я для себя, для вас, для нас, я сделал такую заметочку, записал, друзья. Секрет, как иметь добрую совесть, заключается в следующем. Нужно научиться вести себя и жить честно, а не выгодно. Вы знаете, в чем проблема многих верующих людей? Мы научились жить с Богом выгодно. Знаете, как можно расшифровать слово выгодно? Вы годно. То есть, то, что годно, то, что пригодно, то, что хорошо для меня. Вы понимаете, какая проблема, друзья? Многие верующие люди терпят крушение в совести, потому что в жизни с Богом ищут не того, что честно. Что значит честно? Честно, это означает отдавать честь тому, кому нужно отдать честь. Кому должен отдать честь христианин в своих мышлениях, в своих рассуждениях, в своих словах, в своих поступках, в своих действиях, в своих решениях. Кому он должен отдавать честь? Богу. То есть, он должен поставить Бога на первое место. Он должен суметь это сделать. У меня вопрос к вам, кто знаком с историей жизни апостола Павла. Скажите мне, апостол Павел, кого поставил в своей жизни выше? Бога. Мы видим, друзья, что жизнь его закончилась. Помните пророческое послание, когда он приходит в последнее место перед последним римским путешествием своим, где его казнили, отрубив голову за проповедь Евангелия. Ему приходит и один человек берет пояс и говорит, тот, чей этот пояс, когда он поедет, его казнят, его убьют, его лишат жизни. И что апостол Павел берет этот пояс и говорит, это мой пояс. Все, кто его знали, начинают плакать, рыдать, они говорят, не едь. Что делает апостол Павел? Конечно, то, что ему выгодно, он говорит, так, 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 не, не, ну это слишком, не, 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 ну проповедь, конечно, тема, ну как бы, ну вы же меня поймете? Как вы думаете, люди, которые стояли там на берегу с плачем его отправляли в это путешествие последнее, они бы осудили его за это или нет? Ни один, я вам гарантирую, ни один из них не осудил бы его. И вот проблема, вызов, друзья, доброй совести заключается в том, смотрите, он пишет, мы имеем добрую совесть, потому что во всем мы хотим вести себя честно, невыгодно, повторюсь еще раз, невыгодно. Я хочу, чтобы вы сейчас меня услышали. Это очень важно. Знаете, искусство проповеди, оно заключается в одной, с одной стороны, чтобы дать возможность Духу Святому делать то, что он должен делать, и я доверяю ему в этом сегодня. Но также сказать максимально понятно, доступно и точно, чтобы не было, знаете, вот этих моментов, когда Иисус проповедовал и рассказывает историю там о том, что возлюби ближнего своего, как самого себя. И хитро мудрый фарисей говорит, а кто мой ближний? В Библии написано, желая оправдать самого себя. Так вот, я хотел бы сегодня проповедовать так, чтобы те, у кого есть желание сегодня оправдать самого себя, о том, что я не живу выгодно, я живу честно, потому что я так сказал, а вы... Нет, я не хочу, я хочу, чтобы мы сегодня столкнулись с зеркалом своей жизни, друзья, читая Слово Божье. Потрясающе, в свое время актриса Фаина Раневская сказала, говорит, самый простой способ похудеть, знаете какой? Кушай, много, но голым и перед зеркалом. Все, все. И тут два варианта, либо ты понимаешь, что у тебя проблема, либо ты не понимаешь, что у тебя проблема. Я хочу, чтобы мы сегодня произошло божественное столкновение внутри сердца каждого из нас. Повторюсь еще раз, жить, если ты хочешь, чтобы у тебя была добрая совесть, апостол Павел дает рекомендацию, живи, то есть веди во всем честно, невыгодно, слышите внимательно, невыгодно. Не то, что тебе выгодно, не то, что для тебя лучшее, потому что большинство людей, они ошибочно начинают воспринимать именно так вопрос честности. Они говорят, ну я честный, мне это выгодно, и я вот это всем говорю, что мне так честно. Нет, это не честность. Не путайте, слово честность, это поставить, отдать честь Богу вначале. Вот, что есть честно. Скажите, как мы, например, кто из вас хотел бы, чтобы с вами человек был честным? Тот, кто с вами разговаривает, или дружит, или ведет общий бизнес, вы бы хотели, чтобы он был с вами честным? А почему, друзья, тогда у нас столько кидков? Нет. Знаете почему? Потому что у нас понятие честность перепутано со словом выгодность. Мы ведем бизнес выгодно. Мы ведем взаимоотношения выгодно. Мы строим семейные отношения выгодно. Мы детей отдаем учиться туда, куда. Вместо того, чтобы поставить вначале и сказать, чего хочешь ты. Мы боимся этого. Потому что нам может оказаться это невыгодно. И вот в эти моменты, друзья, я хочу вам сказать, вы даже не представляете себе, давайте разъясню глубже, почему апостол Павел, можно вернуть это место из Писания, пожалуйста, почему апостол Павел именно такое утверждение говорит? Послушайте, если вы внимательно посмотрите, каждый раз, когда вы ведете, пытаетесь жить выгодно, только честно, здесь есть откровенные, искренние люди, скажите мне, пожалуйста, вам приходится в этот момент утихомирить голос своей, вот этот внутренний голосок, который там пищит, нет, поступи так. Как? Приходилось когда-нибудь ему, говорит, заткнись? Это голос вашей совести. Это Дух Святой говорил через голос вашей совести. Он хотел сделать ее доброй. Он пытался сделать ее доброй. Но выгодность, друзья, оказывается порой больше, ну, более значима для нас. Вместо того, чтобы быть честным, быть честным, быть честным, то есть иметь честь. Что значит быть честным с другим человеком? Поставить его выгоду больше своей. А это невыгодно. Еще раз, быть честным с другими людьми, это означает ставить выгоду другого человека выше своей. Так или нет? Так. А это невыгодно. В этом проблема. Я для себя такое записал один пунктик, хотел бы, чтобы вы его тоже услыхали. Честно, это не искренне транслировать самого себя и свои мысли, а давать честь Богу и его истине в своих мышлениях и действиях. Давайте прочитаем пример. Евангелие от Матфея 5, 23-24. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику. Боже мой, друзья, это же так прекрасно. Представляете, субботний день, прекрасный субботний день, утро, человек Божий, дитя Божье, дочь Божья, сын Божий, приходит, идет в храм и приносит Богу, Господи, хвалу тебе хочу отдать, хочу отдать тебе поклонение, хочу отдать тебе молитву, хочу отдать тебе все, пожертвование, все отдаю тебе, Господи, все отдаю тебе. И Бог говорит такому человеку, смотрите, заметьте, Бог к кому обращается здесь? Ты, к человеку, правда? Он не говорит абстрактно, есть ли какой-либо там человек, он говорит, есть и ты. Значит, в этот момент мы должны адресовать это место из Писания к себе, одеть его на себя, правда? И он говорит, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, доброе дело, правда? И там, уже возле этого жертвенника, ты вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Да, а что это? А я считаю, что нет, у нас все нормально, у нас все хорошо, я его послал, он же не обиделся, все хорошо у нас, мы в мире. Но он же ничего мне, проклятие вслед не посылал, значит в мире, какая проблема? Ну, я же не виноват, что он чересчур нежный и хрупкий, не надо быть таким нежным и хрупким. Ну, послали тебя, ну, скажи спасибо и все. Ты послал, потому что тебе было выгодно. Дальше читаем, что говорит Бог? Оставь дар твой перед жертвенником и пойди прежде, примирись с братом твоим и тогда приди, принеси дар твой. Возникает вопрос, неужели Богу не все равно? Зачем? Вот вопрос к вам, задайте вопрос себе, зачем это Богу надо? Как вы думаете, зачем? Чтобы ты вылечил свою совесть перед тем, как ты придешь к Богу. Потому что, когда ты несешь дар к жертвеннику, что ты ожидаешь? Ожидаешь услышать Бога, ты ожидаешь принять Его, ты ожидаешь воспринять Его, правда или нет? Ну, так же? А Он не будет тебе ничего говорить. Потому что Он не может говорить, твоя добрая совесть подзасорилась. Подзасорилась твоей выгодой. Она прям сильно подзасорилась и там уже полный запор. Оно не работает. Не работает добрая совесть. Поэтому Бог говорит, тебе выгодно получить в этот момент ответ от Бога. А Бог говорит, нет, а для меня важно, чтобы ты был честным. Чтобы ты пошел и примирился. И когда ты пойдешь и примиришься, отдавая честь, то есть первенство в этом мне, ты увидишь, как я буду говорить в твою жизнь. Кто из вас читал? Мужья, кто читал это прекраснейшее, хотел сказать проклятое место из Писания, но так не бывает. Прекраснейшее в кавычках место из Писания. Мужья, не будьте строги со своими женами, дабы не было у вас... А я разве строгий? Суровый, суровый, да, суровый, простите. А я разве суровый? Я ей просто сказал, молчи, женщина, твой день 8 марта. Что я ей такого сказал? Ну что я ей такого сказал? Я мужчина, я главный, я глава семьи. Знай женщину своими... Что я ей такого сказал? Ничего. Боже, я ей ничего такого не сказал. Бог говорит, а где? Не будет у тебя ответа в молитве. Знаете почему? Почему? Потому что это не честно. Это выгодно. Друзья, оно так не работает. Я для вас такой один интересный момент отметил здесь, написал. Наибольший вызов всех праведных, знаете в чем? Знаете почему некоторые праведные люди, дети Божьи, христиане, рожденные свыше, Знаете почему нам ближе поступать нечестно, но выгодно? Так вот, наибольший вызов праведных в том, что нечестивые временно преуспевают, и нам начинает казаться, что они имеют верх над праведными. Знаете, мы думаем так, смотри, вот он послал человека, ему ничего не было. Молния в бошку не ударила, нет? Ну, значит нормально. Терпимо, терпимо. Ну и я возьму. Смотри, я тоже отправил кого-то куда-то, и ничего страшного. Не ударила, не ударила. Ну, нормально. Но, друзья, слушайте, праведному, если вы сегодня терпите, поступая честно, если вы терпите, поступая честно, праведному дается время и возможность сеять духовное в свою жизнь, а нечестивому дается шанс перестать жить для тления. Друзья, каждый раз, когда нечестивый поступает выгодно, вы думаете, Бог этого не замечает? Он очень замечает. Но знаете, что он делает? Почему он его не убивает? Он дает ему шанс за шансом исправиться и начать жить честно. А христианин, который не хочет поступать честно, а поступает все время выгодно для самого себя, знаете, что в этот момент он делает? Он сеет в тление. Сеющий в дух пожнет. Отчего? А сеющий в плоть пожнет. Вот, друзья, мы все хотим сеять все, что хотим. Но пожинать в этом при этом, вы забываете, что мы будем только то, что мы посеяли. Послушайте, когда ты поступаешь честно, да, правда в том, что тебя иногда будут задвигать назад. Правда в том, что ты иногда будешь страдать несправедливо. Правда в том, что тебя иногда будут, я не знаю, как это, take advantage, люди будут пользоваться тобой, люди будут пользоваться тобой. Это правда, это правда. Послушайте, это правда, и это наследие детей Божьих вообще-то, вы знаете? Это наследие. Тобой должны пользоваться, тобой будут пользоваться. Это нормально, что тобою пользуются. Потому что правда, знаете, в чем? И честность. Правда и честность. Это быть самим собой честным, потому что и мы пользуемся другими людьми. здесь есть жены любящие своих мужей по-настоящему вы что не пользуетесь их зарплатой ага нет как написала это победители кто видел в тик токе одна женщина выступает и говорит настоящая женщина должна сама содержать своего мужа и там такой алкоголик помню потом как он шел говорил бы я не помню молодец там вообще прямо зачет тебе нет конечно мы не пользуемся конечно мы не ради выгоды конечно нет мы дружим с кем друзья чаще всего в гости мы ходим кому чаще всего послушайте в этом ничего плохого не сразу хочу говорить это нормально это нормально но правильно друзья быть честным правильно понимать что если то есть это пусть у тебя будет но будь честным будь готовым к тому что тебе надлежит пострадать за христа что означает пострадать за христа внимание это делать выбор который будет тебе не выгоден совсем научиться привыкнуть осознать что это нормально ничего в этом страшного нету в том что ты делаешь такой выбор это нормально друзья притчи соломона 11 глава 3 стих книга притчи соломона непорочность непорочность прямодушных будет руководить их а лукавство коварных погубит их друзья непорочность что это означает это вот быть таким какой ты есть непорочность прямодушных будет руководить будет направлять их жизнь вы удивитесь друзья но когда ты поступаешь правильно рано или поздно рано или поздно бог выведет тебя на тот путь на который тебе тебе должен идти знаете сколько раз мы с моей женой ну мы же тоже верующие ну мы стараемся жить добропорядочной христианской жизнью и вы даже себе не представите сколько было раз когда мы вечером ложась спать мы что-то говорили с ней и я говорю у нас есть козырная такая коронная фраза помнишь какая игру подождем подождем правда много раз подождем проходит месяц проходит полгода проходит год и приходит прости я когда без проблем я не знаю сможешь ли ты меня простить и ты не поверишь я даже не еще на тебя не обижался пока потому что на людей которые живут только выгодой грех обижаться грех обижаться друзья на ашона них обижаться то если человек делает себе вред если чем не обижаться на человека который берет себе и рубит ногу топором зачем мне на него обижаться я обычно людям говорю да ты себя уже давно сам наказал в тот момент когда ты посчитал что ты можешь поступить так как тебе выгодно они честно и при этом ты будешь торжествовать ошибаешься ты очень сильно ошибаешься друзья добрая совесть еще раз повторяюсь добрая совесть она ее гарантии является честность я для себя записал суд работы совести слушайте формирование реального соответствия нашего сердца и принципов жизни действий слова божьего то есть мы должны сформировать так чтобы наше сердце оно должно быть таким чтобы она соответствовала тому что говорит божье слово в этом смысл друзья и здесь вам единственный запомните запомните единственный кого вы можете обойти и придумать схему вы обходите и придумывайте схему как обойти обдурить самого себя больше никого человек друзья который ворует саму себя обманывает парам парам пам все человек который ворует сам у себя обманывать самого себя человек который поступает нечестиво 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 кого подводит по итогу себя запомните друзья если вы хотите ими добрую совесть научитесь поступать как говорит бог а не так как хочется вам куда приводит нас наше желание кого-то в репцентр кого-то в церковь привели и не желание прийти в церковь привело вас сюда а желание исправить то куда вас привели ваши желания привели вас церковь ну я не знаю это же как надо не любить себя друзья чтобы не понимать это уже после всего этого и так можно ли друзья не давайте до этого как дух святой может нас корректировать друзья первое он обличает нас его присутствие когда мы приходим присутствие божье если вы по-настоящему открыты дух святой вас обличает но слушайте ну это множество примеров даже не хочу приводить их множество примеров второе друзья как дух святой обличает он обличает нас через откровение Слова Божьего. Если ты читаешь Слово Божье, не для того, чтобы его запомнить, а для того, чтобы одеть его на себя, ой, оно тебя будет обличать. И никуда ты от этого не денешься. Третье. Назидание церкви. Боже мой, друзья, церковь назидает. Ты приходишь, видишь одного веселого, другого нет. Знаете, как меня умиляют люди? У меня был один, в мою бытность был один парень, который приходил ко мне все время рассказывал. Вот этого я уважаю, а этого я не уважаю. Я говорю, слушай, а кто ты такой? В смысле? Я говорю, ну кто ты такой? Кто тебе поручил кого-то уважать, а кого-то не уважать? Я говорю, ты как бы что у нас, пуп земли там или где-то, нулевой меридиан. Кто ты? Ты сын Бога, папа римский номер 6. Кто ты? Кто ты такой, чтобы не уважать людей? Я говорю, ты вообще, тебе дали это право или нет? Нет. Я говорю, а что ты это делаешь? Знаете, вот это, вечный ответ такой. Судорожное сокращение глазных мышц. Около глазных мышц. Он не понимает, что он делает. Вы понимаете, он сам не понимает, а потом говорит, вот я вас уважаю за это. Я говорю, ну, привет. Ну, ну, не надо меня уважать особо. Вообще никого не надо уважать или не уважать. Мы должны, Библия говорит, что делать? Любить. Поверьте, уважать или не уважать, много ума не надо. Даже собачки и кошечки, они уважают своих хозяев, правда? Особенно, если им кушать дают. А вот любить, это уже сложнее. Также, друзья, Бог, Дух Святой может говорить нам нашу совесть через увещевание пастора и наставника. Меня вообще умиляет ответ. Я всегда людям, когда вижу, что человек зашел уже в такой край, ну, глухой угол, я задаю всегда всем один вопрос. Говорю, есть кто-нибудь на этой земле, кого ты услышишь и послушаешься? Да. Говорю, кто это? Пастор, это вы. Говорю, да? Говорю, прикольно. Я тебе говорю, не делай так. Я говорю, я с вами немножко не согласен. Это же, вы понимаете, друзья, это когнитивный диссонанс. То есть человек говорит сам, во что, он говорит, то, во что он не верит и не собирается делать. Вы понимаете, какая-то форма самообмана? Вы представляете, как живет вообще этот человек? Вы понимаете вообще, как он живет? Он живет в мире иллюзий, ни одна из которых не будет осуществляться, а потом он будет огорчаться, что Бог не осуществляет эти иллюзии. Вы вообще понимаете, друзья? И теперь ответьте мне, это христианство или нет? Я не знаю. Я не знаю. Как по мне, друзья, это, простите, но, извините за примату, но палата номер 6. Это не христианство. Итак, друзья, давайте, что же практически можно исправить? Еще раз давайте. Евреям 13.18 вернемся. 13.18, сейчас. 13.18. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Я дам вам сегодня три простых инструмента, как вы можете делать свою совесть доброй, грубо говоря, очистить. Если бы кому-то из вас сегодня, есть владельцы автотранспорта? Есть? Если бы вам сказали, я тебе сейчас дам присадку, ты ее просто взял, залил один баллончик, литр, прогнал 10 тысяч, на следующем ты его слил, и у тебя мотор просто под ноль, никаких рытвин там, корявин, ржавчины, ничего нету. Кто хотел бы такую присадочку? Вот я вам сейчас дам три штуки, как прочистить свою совесть. Просто, тупо, прочищает совесть раз и навсегда. Не, шучу, не раз и навсегда, до следующего ТО прочищает, друзья. До следующей встречи с Богом. Первое. Послание евреям 13.15. Я читаю стихи, которые предшествуют 18 стиху. Первое. Итак, будем через Него, обратите внимание, будем через Христа, непрестанно приносить Богу, что? Жертву хвалы, то есть плод уст. Итак, друзья, первый рецепт. Поставьте Бога и Его истину выше себя, своего мнения и своей выгоды. Научитесь это делать. Научитесь делать то, что вам выгодно потерять. Вот потерять. Смотрите, приведу вам простейший пример. Сейчас приходит к вам человек и говорит, дружище, мы с тобой знакомы 38 лет. У меня есть бизнес-схема, классная, крутая, все, супер, все. И он вам рассказывает бизнес-план. Вы смотрите возврат инвестиций, индекс возврата инвестиций классный. Вы смотрите бизнес-план составен идеально. Но есть одна маленькая проблема, маленькая, малюсая проблема. Вообще, честно, но не хотелось даже о ней говорить. Этот человек периодически бухает и изменяет своей жене. Секундочку, очень порядочный человек. Как вы думаете, стоит ли начать с ним бизнес? Ну, схема просто бомбическая. Почему? Ну, послушайте, сразу начинается, помните, эта схема? Неужели мы только с верующими должны строить свой бизнес? Нет, никто вам этого не говорил. Пастор, она такая классная. Ну да, она не верующая, но она станет верующей рядом со мной. Скажите мне, пожалуйста, это честно или выгодно? А? Это выгодно, но не честно. Честно, это сказать себе, я готов потерять, потому, что Бог говорит обратное. Вот на эту честность многие не готовы, вы понимаете, многие верующие, не готовы они быть вот этими честными. Скажите, пастор, так что нам, что нам, как хотите, я-то в чем, еще раз, я же не голос вашей совести. Я всего лишь могу там сейчас, там, закидываю вам в ухо. Я знаю, что многие сейчас уже одели все наушники, Bluetooth подавляющие, чтобы подавить это все, шум белый, который сходит со сцены. Ну, это возможно лишь тогда, когда мы учимся ставить свою жизнь на паузу ради Бога и Его величия. То есть, грубо говоря, когда ты понимаешь, что что-то выгодно очень сильно тебе, ну, надо вначале поставить все-таки Бога. Нужно научиться. Один из простых инструментов, друзья, это хвала и поклонение. Хвала и поклонение, это ненужное, на мой взгляд, для многих верующих, в кавычках, ненужное времяпровождение. Но для меня оно очень важно, например. Почему? Когда я славлю Бога, в этот момент, друзья, я поставлю, я ставлю на паузу самого себя. Мне не нравится славить Его. Я не очень-то и люблю это делать, если честно. По правде. Потому что мне это невыгодно. Там похлопал руками, вспотел, невыгодно. Пришел раньше, значит, меньше поспал дома. Невыгодно. Можно же к проповеди подтянуться, правда? Тоже тема. А оно невыгодно, но зато честно. Второе, друзья, второе. Еще одно интересное место из Писания, 13-16. Не забывайте также благотворение общительности, ибо таковы жертвы, видите, жертва, жертва очищает, друзья, оказывается, много. Это очищающие жертвы. Первая очищающая жертва, жертва хвалы. Вторая очищающая, друзья, это жертва благотворения и общительности. Итак, позволить Богу через людей управить тебя, но не управлять тобой. Не путайте, друзья, если люди, ну, люди путают. Управить и управлять. Управлять никто не должен нами, но управить нас надо. Знаете, что такое управить? Управить это когда ты идешь просто по ногам, и кто-то один находится и говорит тебе, пройдешь по ноге, я тебе наступлю на ногу. И вот нас управили. Тебя направили в то русло, которое нужно тебя направить. Когда мы приходим, друзья, когда мы приходим в хорошую компанию, чего вы не ожидаете в хорошей компании? Сказать вам всем? Мы не ожидаем, что кто-то будет нас управить. Мы не ожидаем. Для нас хорошая компания, это когда мы провели время, оставшись при этом такими, какие мы есть. Так это хорошая компания или нет? Это плохая компания, друзья. А вот церковь, это хорошая компания. Потому что когда вы приходите сюда, здесь разные люди, и они могут помочь вам, друзья. Смотрите, управить означает дать возможность голосу совести говорить в твой разум, а не бессовестности оправдывать твои прихоти. Вы знаете, что наша бессовестность? Почему люди бессовестны? Они хотят заглушить своей бессовестностью вот этот голос совести. Поэтому я знаю, что вы мне скажете. Я знаю, что вы мне скажете, поэтому не надо мне его говорить. Окей. Я и не буду тебе это говорить. А зачем? И третий простой рецепт, друзья, помните этот? Крот. Так называемый крот. Духовный крот. Духовный крот. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся от душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая. Ибо это для вас не полезно. Вы читали какое-нибудь это место из Писания? Оно мне очень нравится. Оно какое-то прямо ободрение для пастора, для каждого. Так вот, друзья, третье. Иметь реально человека, через которого Бог сможет говорить истину в твою жизнь, а не формального, временного, выбранного нашими симпатиями лидера. Вы знаете, что большинство из нас, мы выбираем себе временных лидеров. Пока человек говорит то, что нас устраивает, окей. Не говорит то, что нас не устраивает. До свидания. С глаз долой, из сердца вон. Все. Так живут люди. Знаете почему? Потому что однажды тот, кто неудобен, начинает говорить голосом, который... Мне как-то напрягать начинают ваши проповеди. Вы что, думаете, я не в курсе, друзья, что эти проповеди два месяца... Вы вообще понимаете, что проповедовать верующим, которые сидят в зале о жизни, это самому себе подписать смертный приговор? Потому что приходится говорить о том, что заставляет их чувствовать себя неудобно. Но это лучше. Но так лучше. Так лучше, друзья. Поэтому вот вам три простых рецепта. Я хочу прочесть вам в конце, заканчивая место из Писания, еще раз, с которого мы с вами начали. Послание Евреям, 13 глава, 18 стих. Молитесь о нас. Друзья, я хочу, чтобы мы сегодня с вами молились. Друг, ну, каждый о себе. Хотя апостол Павел, имея добрую совесть, говорит, теперь молитесь о нас. Молитесь о нас, ибо мы уверены. О чем нужно молиться сегодня? Господи, я хочу быть уверенным, что я имею добрую совесть. Потому что во всем желаем вести себя честно. Давайте склоним наши головы, мы будем молиться сейчас. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Господь, мы сегодня благодарны, действительно благодарны Тебе. Мы слышим сегодня Твое Слово, Господь, о торжестве доброй совести. Господь, я хочу, чтобы добрая совесть торжествовала в жизни каждого из нас, в моей жизни, в жизни каждого человека в этой церкви, чтобы добрая совесть по-настоящему торжествовала. Торжествовала в нашей дружбе с людьми, торжествовала в нашей семье, торжествовала в наших отношениях, торжествовала в церкви, торжествовала во всем, торжествовала в наших успехах, торжествовала в наших неудачах. Чтобы добрая совесть, Господь, по-настоящему, которая приходит от Тебя, и которая единственный действительно подарок, чтобы эта добрая совесть, она торжествовала настолько в моей жизни, чтобы однажды она вас торжествовала. Господь, молюсь Тебе сегодня об этом и прошу Тебя, Господь, в своей жизни, в своем сердце в первую очередь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.